Итак, друзья, продолжаем дальше. Обратите внимание, что это мы работаем на портале python-tut.ru Это продолжение школы Буфсуновского, просто Django Plus, плюс GC, плюс AJAX, плюс Jukeri, плюс много-много другого. В общем, Django Plus, смысл такой. Итак, я хотел сейчас немножко шире. В данном курсе, посмотрите курс 8 уроков, значит, мы изучили массивы. При этом в Python вы отлично знаете, есть массивы. Кто не знает Python, те отлично должны знать, что набираем spb-tut.ru, получить логин и пароль пожизненный, там получите доступ к сайту pro365.net, где начало Python. Но я не об этом хотел рассказать. Данный курс, в данном курсе я рассказал и методику, методику, как быстро изучить второй, третий. В данном случае, может, для кого-то это первый язык будет. То есть, вот то, как я говорил вам, и как говорил, домашнее задание делать, чтобы это все произошло, обязательно так проделывайте. То есть, мы с вами писали в пайчарам код, проговаривали, как я вам объяснял. Наша задача, вот смотрите, наша задача, сейчас, чтобы было понятно людям новым. Зачастую человек берет учебник, начинает читать. И вот он прочитал, сходил там пообедал и уже не помнит. Так не пойдет. Я вам показал, вот так как это мой уже далеко не первый язык, как просто. А время у нас немного, надо быстро изучать тот же GC. Значит, мы с вами пошли следующую методику выстраивать. Ну, опять же, я опираюсь на свой опыт. Сначала теория. Теоретически это выглядит так. Мы, чтобы изучить тот же JavaScript, мы сначала определили, что в нем главное. Главное в JavaScript это объекты. Ну, и в Python объекты. Далее мы с вами рассмотрели синтексис. То есть, нам надо набрать базу. Базу, чтобы понимать дальнейший код. Далее мы с вами выработали методику, как изучать. То есть, наша с вами задача получить опыт. Опыт. Вот смотрите. Смысл такой. Вы этим в жизни пользуетесь, только почему-то забываете на программировании. Ну, например. Одно дело для мужчин. Вот вы знаете, что ваш друг, ну, самое простое, может сменить фильтр, а вы еще не умеете. Когда вы с ним один раз меняете сами фильтр, потом вы четко понимаете. Следующий раз я поменяю сам. Вы получили опыт. То же самое, ребята, применяется и в языке. Ничего нового. Не надо тупо открывать книгу и читать. Все надо переводить, чтобы, понимаете, нам надо язык запомнить. Тупо его учить, дело глупое. Нам надо создать такой метод, чтобы он запоминался сам. Мы его создали. То есть, когда мы, допустим, проделывали урок, ну, в уроке, посмотрите, я только смысл. Мы с вами писали код, да? Изучали те же массивы. Но, тем не менее, когда мы нажимали браузер, а браузер и есть среда обработки JavaScript, то есть у нас начинало происходить. Происходить то, что мы ожидали. То есть 2, 3, 5, 8. Да, мы четко понимали, что это эта строка, что у нас есть массив с цифрами 2, 3, 5, 8, что команда alert мы изучили, выводит, значит, переменную book. До этого в курсе мы изучали с самого начала, что объявление переменной при помощи var, это как dev в Python. Далее мы с вами проделывали урок и не то, что читали книги, а делали умозаключение. То есть у нас не было числа 13, да? Мы его добавили. Мы его добавили и поняли, что добавление идет при помощи квадратных скобок. Четвертый элемент, так как начинается с нуля, 0, 1, 2, 3, 4 нет, значит, добавить четвертый и добавили цифру 13. И действительно произошло чудо. Чудо. То есть вот оно появилось, число 13. Далее мы с вами посчитали, что всего 5 элементов все правильно в массиве. Потом мы добавили число 17, но число 17 мы добавили вместо двойки. Вместо двойки. И у нас действительно вместо двойки первый элемент стал 17, а не двоечка. Так я к чему это рассказывал? Я рассказывал к тому, что в книге мы могли тысячу раз прочитать, а сейчас мы четко для себя поняли, что когда мы заключаем квадратные скобки, пишем элемент, если его не существует, то он добавляется, если существует, изменяется. То есть для нас это мы увидели на опыте. И нам больше не надо ничего запоминать. Далее сделайте, как я говорил в уроке, именно каким способом проговаривать, потому что проговаривание при изучении языка важнейший момент. И мы, получается, обрели действительно понимание. То есть мы составили код, как цепочку событий. При этом, что было важно, что является вообще средством запоминания языка? Абсолютно верно. Цепочка событий. То есть вот эти вот в данном случае работа с массивами, изменяющие события, когда меняли здесь числа, мы четко понимали, что какая строка отрабатывала. Либо там сороковая, сорок шестая. То есть мы ожидаем, что должно произойти. В этот момент происходит понимание. Нам больше не надо книга. Мы сами сделали выводы. Я вас не учу читать книги. Я вас учу разбираться, научиться понимать язык. В результате, пусть вы проделаете по 10 минут 8 уроков. Ну хорошо, уйдет 80 минут. Плюс делаете домашнее задание. В результате массивы у вас в кармане. Вам не надо ни шпаргалка, ничего вы четко понимаете. Достаточно потом, после изучения языка, будет повесить перед носом уже шпаргалку всего языка, чтобы где-то что-то там, а, ну вот это с квадратными скобками, это там таким-то образом, чтобы писать на JavaScript. JavaScript надо изучать, потому что многие там, вот я видел курсы, допустим, там, раньше, да, PHP плюс Jukeri. А смысл? Смысл, если Jukeri, это библиотека написана на GC, надо смотреть с корня. То есть сначала изучаем GC, потом все остальное добавляем Jukeri, AJAX и так далее, и так далее. Но я как сказал, что у нас нет времени, можно книгу читать день. Поэтому мы с вами затратили время, и вот данная последовательность курсов у нас и выстраивается следующим образом, как мы с вами и договорились, что мы сначала изучаем базу JavaScript, определяем, что главное, как вот это, я когда рассказывал, вот это вот линии, это как в детстве мы нанизывали, ну, кто-то нанизывал землянику, да, там срываешь соломинку и нанизываешь, то же самое и язык. Сначала надо определить, что для нас главное, мы определили, что для нас главное объекты, в первом курсе мы рассмотрели, что такое объекты, и далее пошли синтаксис, далее выработали, как я уже, это я уже повторяюсь, метод, как нам получить опыт с уроков, понимаете, потому что тупо там, как вот при Пайтон, открывают ребята лучше и читают, и говорят, нихрена непонятно то, правильно, потому что, как я, вот я показал методику в этом курсе, то есть, нам везде надо извлекать одну субстанцию, как я рассказывал, эта субстанция и называется Опыт, 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 который и заключается в такой вещи, как, значит, выполнение, написание и выполнение программного кода, когда мы пишем, это первое, второе, мы понимаем, какая строка отрабатывает, и что в ней написано, мы ожидаем следующий шаг, то есть, понимаете, вот это вот уже ростки понимания пошли пробиваться, мы ожидаем, если у нас вывелась сейчас строка 38, то есть, вот строка, и вот мы ее вывели, alert, это все в уроках есть, я просто смысл рассказываю, то следующая строка у нас должна быть ожидаема, это добавление числа 13, то есть, мы ожидаем, а это уже и есть понимание, то есть, постижение языка приходит на конкретном примере, которое включает в себя и понимание, что мы делаем, и понимание ожидания, я объяснял, вот так я и понял, так я легко и Python выучил, первый язык, в принципе, это объяснил когда-то Билл Гейтс, когда они в школе детьми были, и там еще не был компьютер, но была некая счетная машинка, где они могли ввести некие цифры, да, и выводилось там то ли рисунок, то ли парабола, но ожидаем мы, то есть, согласно введенного, это и есть понимание в программировании, то есть, мы при помощи даем команды компьютеру, и он делает то, что нам надо, в данном случае, так как браузер является средой выполнения JavaScript, а мы JavaScript цепляем сейчас к Django, да, чтобы расширить и получить впоследствии на странице изменения, так вот, значит, мы и получаем ожидаемый результат, добавили число 13, она, это число 13 у нас добавилось в конец, хотя в начале у нас массив, да, тут не было числа 13, и мы добавили, для себя написали, но браузер отработал уже с числом 13, и браузер нам показал, нам показал, что элементы уже не 4, а 5, ну, как я сказал, что проделываете в уроке, я объясняю смысл, моя методика очень проста, но моя методика действенна, ее уникальность в том, что по моей методике начинают писать все, изучали Python, я несколько лет наблюдал, но все, кто изучал, начали писать, поэтому я ничего нового не начал придумывать, я, когда начал давать JavaScript, я подумал, во-первых, рассусоливать времени нету, значит, надо быстро изучать, во-вторых, надо качество, значит, используем тот же метод, тот же метод, то есть, нам надо из урока извлечь опыт, все, это то же самое, как я вам рассказывал про, для мужчин, да, про замену фильтра автомобиля, вы раз поменяли своими руками, вам не надо больше идти читать, вы пришли в следующий раз, спокойно заменили фильтр, то же самое, и девчатам можно объяснить, швейная та же машинка, раз иглу вставили, второй, третий, все, вам тоже не надо идти там, напоминать, только если время пройдет, там, подзабыли, так взяли там инструкцию, да, то же самое, что здесь в языке программирования шпаргалку, но сам смысл, вы знаете это, и если вы даже возьмете инструкцию, вы не будете тупо смотреть неизвестно куда, а вы четко понимаете, мне надо вставить иглу, значит, мне надо искать этот раздел, то же и в языке, смысл, вот, моих уроков, почему они простые, почему они легко запоминаются, потому что я не тупо там беру чего, книг много, а смысл, ну, смысл их все читать, я веду урок таким образом, чтобы человек извлекал опыт, а сам по себе опыт является примером, который человек проделывает сам, а значит, он его запоминает, но запоминает не за счет заучивания, а запоминает за счет ожидания, потому что пока мы проделали, вы проделали этот курс, пусть мы его час проделывали, но мы писали код, далее мы запускаем браузер, сейчас отработает, и у нас показывается на странице, то, чего мы ожидаем, то, что мы проходили в уроке, да, там, массив, и должно вывести с 4 числа, действительно, они вывелись, далее мы добавили, там число 13, мы знаем, что его добавили, но вот мы его увидели, далее мы смотрим уже не 4, а 5 элементов, то есть, мы получаем подтверждение, скажите, это сложно? Нет, ребята, это не сложно, поэтому, и проделывайте домашнее задание, как я и показал, то есть, ссылки на домашнее задание находятся прямо в уроке, и форум сбрасываете, все, все, ребят, язык, JavaScript, за короткие сроки, у вас будет в кармане, и вы будете при этом код, мы же добиваемся того, чтобы у нас появилась читаемость, но чтобы появилась читаемость, в голове должны быть ключи, ключи, что var это переменная, book это сама переменная, что присваивание знаком равно, что это массив, и так далее, и так далее, то есть, вот в уроках мы приобретаем эти ключи, дальше будем усложнять, усложнять, но идем, как я показывал, как нанизывание, от того, вокруг чего будет строиться логика, любой язык, на самом деле, изучается довольно просто, это просто приходит, конечно, с годами, но те, кто будет изучать, получат тот же результат, все, ребят, проделываем урок, в этом уроке, мы знакомились, жава скрипт, с массивами, конечно, это не те массивы, что в пайтон, там, ух, есть где развернуться, но, жава скрипт, простой язык, здесь, мало операций, с массивами, оно, и проще учить, и они здесь, в принципе, не нужны, их, достаточно, поэтому, по сути дела, и объекта, в жава скрипт, здесь, раз, два, и обчелся, а мы с вами, вот, дополню, кто первый раз смотрит видео, чтобы он заинтересовался, и понял мою методику, а ведь, когда мы смотрели первый курс, мы с вами сказали, в жава скрипт, главное, объект, что такое объект, объект, это пара, значения, то есть, мы посмотрели, что топик, это свойство, то есть, свойство и значение, а значение, gc, здесь может быть число, здесь может быть функция, все, что угодно, сам смысл, что, в жава скрипт, главный объект, вот отсюда мы и пошли, а уже, далее пошли, другой объект изучать, массив, и потом уже пойдем сложнее, 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 то есть, не научиться писать, на том же, я вас крипт, на том же, пайто, на моих уроках, это невозможно, не бывает такого, я смотрел, вот кто с ребят, изучал пайто, значит, курс, уже несколько лет висит, ну, все начинали писать, потом, кто хотел, все начинали писать сайты, и так далее, и так далее, а если вы еще изучаете пайтон, и потом еще изучаете джава скрипт, то у вас уже начинает идти сравнение, ах, в пайтон это есть, только в пайтон называется, значит, извлечение по срезам, здесь называется это индексы, но суть не меняется, действия одно и то же, в общем, поняли, ссылка на курс, под видео, спасибо, с вами был Валерий Бовсуновский, то, что вы будете писать, это гарантия, и то, что моя методика работает на 100%, это проверено временем, спасибо за доверие, с вами был, вы уже знаете кто, на 100%, с вами был Валерий Бовсуновский, и вот давайте посмотрим,